Более 600 участников приехали в Сочи. Представлены такие регионы, как Тюменская область, Архангельская, Оренбургская республика, Крым, города Санкт-Петербург, Москва, Краснодар, Сочи. Творчество ребят оценивало сегодня профессиональное жюри и число видных деятелей культуры. География очень большая, география сама конкурса. И отсюда очень много направлений танца народов мира. Мы видим огромные краски в этом искусстве. Мы видим, как дети учатся друг у друга. И, в принципе, что самое главное в этом фестивале – это позитив. То есть мы видим лица только победителей. Здесь проигравших нет. Заниматься вокалом или хеографией, непременно показывать на открытых площадках все то, чему учат, это как основа для любого участника Международного фестиваля планеты искусств, творчества народов мира. Образцовый детский коллектив под названием «Алена из Оренбурга» впервые приехал на этот международный конкурс. Мы привезли четыре номера. Это «Казачье гуляние», «Зимняя пряска», «Оренбургские пуховницы» и «Калинка». Мы приехали на этот конкурс, потому что мы хотели как-то проявить себя, показать наш коллектив, что мы можем, что мы можем занять достойные места. Рассчитывает на себя юный участник фестиваля Егор Дубинин. Для него это только первые шаги в хореографии. Мы представляем город Сочи, группу «Сорванцы». Занимаемся всего лишь два месяца, но с удовольствием. Поэтому сегодня мы покажем, как мы танцуем хип-хоп. Это мой старший внук. Он впервые выступает. И я надеюсь, что это будет старт для того, чтобы участвовать в подобных конкурсах. В рамках международной программы «Жизнь городов» вот уже 25 лет проводятся фестивали-конкурсы в разных странах мира. И на каждом из них дети знакомятся с культурой других народов, принимают участие в мастер-классах, знакомятся с зарубежными деятелями культуры. Елена Овсецин, Алексей Давыдов, телекомпания «ФКТ».